Продолжение следует... Первое задание. Элементарное. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующие примеры второго столбца. Итак, физические понятия. Физическая величина. Что соответствует физической величине? Физическая величина это частота. Однозначно. Единица физической величины. Единица это величина, которая измеряет физическую величину. Итак, смотрим герц. Это единица измерения частоты. И физический прибор, с помощью которого нужно что-то измерить. Интерференция это явление, дисперсия это явление, а вот спектроскоп это прибор. А соответствует 3, В соответствует 4 и В соответствует... Понятно? Пойдем дальше. Так, задача 2. Уравнение движения для тела движущегося вдоль оси ОХ имеет вид Х равно 4 плюс 2 Т плюс Т в квадрате. Но ни в коем случае не решайте как квадратное уравнение. Не надо его решать как квадратное уравнение. Решается элементарно. Чему равен модуль перемещения тела за первую секунду от начала движения? Секунда одна, единственная. Подставляем ее. Получается 4 плюс 2 Т умноженное на 1. Прибавить 1 в квадрате. Все элементарно. Получается 4 прибавить 2 и прибавить 1. Все. Выходит 7. Ваш ответ 7 метров. Вот сюда записывайте. Не 7, а записывайте номер ответа. Троечку. Вот сюда ставим. Ответ 3. Выбрали. В ответ. Так. Понятно, да? Вот так вот. Смотри. Очень просто. Правда? Итак, третье. Какая из ниже перечисленных сил не может быть объяснена электромагнитным взаимодействием атомов и молекул вещества друг с другом? То есть, электромагнитное. То есть, за счет электрических и магнитных взаимодействий. Сила упругости. Ну, это электромагнитное взаимодействие. Сила трения. Электромагнитное взаимодействие. То есть, происходит взаимодействие частиц вещества. из которого состоит, например, резина, если она растягивается и так далее. Сила притяжения. Вот здесь мы ее пока что вообще объяснить толком-то не можем. Сила реакции поверхности, ну это электромагнитное действие. Поэтому выбираем третье. Выбрали третье. Идем мы ни в коем случае сиру притяжения Земли, то есть гравитацию, гравитационные силы, мы их пока что вообще не можем объяснить. Так, четвертое. Радиус движения тела по окружности уменьшили в два раза. Его линейная скорость тоже уменьшилась в два раза. Как изменилось центростремительное ускорение? Ну это элементарно. Формула существует. Центростремительное ускорение равно v квадрат, деленное на радиус. Посмотрите, у нас зависимость между ускорением и радиусом. Давайте посмотрим. Поэтому между ускорением и радиусом будет у нас обратное. Радиус движения по окружности уменьшили в два раза. Значит, ускорение центростремительное увеличилось в два раза. Да? Увеличилось в два раза. Обратная зависимость. Радиус уменьшили, то ускорение увеличится. Линейную скорость уменьшили в два раза. Но скорость-то линейная у нас в квадрате стоит. И у нас получается, что тут в четыре раза уменьшили и в два раза увеличили. Четыре разделить на два будет два. Итак, получается, что у нас скорость уменьшилась, но не в четыре, а в два раза. И мы это пишем. Вот второй ответ. Второй ответ. Поняла? Почему так? Мы скорость уменьшили в два раза, а в квадрате это будет четыре. А уравнение увеличили в два раза. Значит, получается, четыре разделить на два. Ну, все. Получается в два раза. Так. Пятая задача. Смотрите, задачи очень простые, элементарные, на пальцах разбираются. Но надо знать формулы. Три сплошных металлических шарика одинакового объема, одинакового объема. П-1, 2, 3 поместили в сосуд с ртутью, то есть жидкость. Наполнили сосуд, наполненный жидкостью, в данном случае ртутью. Хоть это и металл, но жидкость. И они, естественно, погрузились в эту жидкость. Рисунок. Вот у нас с вами рисунок существует. И наша теперь задача состоит определить, где какой шарик находится. Итак, один медный, один серебряный, третий и солото. Объем одинаковый, а веса у них будут разные. Давайте вспомним, как определяется масса. Масто любого предмета, да, вычисляется, или любого вещества вычисляется как? Плотность, умноженная на объем. Плотность, умноженная на объем. Это плотность, вы берете, ρ, умноженная на v. Это у вас так. А под действием чего опускается тело вниз? Под действием притяжения земли. То есть надо знать вес. Это еще n, да, умножается на g. Это будет вес у нас с вами. Ну, получается, ρ умноженное на объем и умноженное на g. Ну, в принципе, все понятно, да? g, величина постоянно для всех троих, а плотность разная. Значит, будет зависеть от плотности. В данном случае сила притяжения будет зависеть от плотности. Самая большая плотность у нас будет у золота. Значит, на него больше всего действует сила тяжести. Он должен погрузиться у нас на самое донышко. Ну, давайте учтем, на всех на них действует выталкивающая Архимедова сила. Так как объемы у всех одинаковые, то выталкивающая сила действует на всех одинаково. На всех одинаково. Значит, все будет упираться только в вес тела. Тот, у которого больше вес, тот погрузится меньше. Потому что мы как определяем выталкивающую силу, да? Выталкивающая Архимедова сила. Она действует. Выталкивающая сила будет равна. Будет у нас чему сила выталкивающая равняться? У нас получается, что мы должны Архимедовую силу взять и силу тяжести найти разницу и так далее. Ну, получается, что золото у нас опускается вниз. Самая большая плотность. Серебро будет погружено. Тут у нас до середины. Вот на него. И медь у нас будет плавать. Она самая легкая у нее плотность, самая маленькая. Понятно, да? Итак, мы выбираем порядочек. Два, один, три. Смотрим. Итак, золото, смотрите. Золото, золото, золото у нас. Где золото? Два. Смотрим. Золото, два. Серебро, один, медь, три. Значит, наш ответ с вами первый. Итак, еще раз напоминаю, все упирается в плотность. Объем одинаковый, все только зависит от плотности.